Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Вот уже два вторника к ряду мы в нашей студии беседуем с московским нашим гостем, с телерадиоведущим, журналистом, музыкантом, не устаю об этом напоминать, Константином Мацаном. Здравствуйте, кстати. Ну вот, может быть, как раз к музыканту-то и вернуться. Музыка, насколько я знаю, которую вы играете с выдуманным жанром, да, light rock, вот, светлый рок, вот. И, в частности, одна из песен, мы просто напомним для наших телезрителей или для тех, кто присоединился к нам сегодня в первый раз, расскажу, что мы прошлую передачу закончили, ну, таким вопросом поколенческим. И, в частности, у вашей группы, которая в полном составе, вот, в полном составе или полный состав? Ну, группа называлась «Полный состав». Сейчас ее вот в том нашем старом, таком студенческом, братском, боевом составе, как она возникала, тоже около 10 лет назад, ее в том виде уже не существует. Есть сейчас другой коллектив музыкантов, с которыми мы работаем, но часть репертуара значительная, вот, из тех... Перекочевала. Перекочевала, да. Ну, она остается просто со мной, поэтому мы и продолжаем эти песни играть в разных форматах. Вот, и мы в прошлый раз обозначили проблему старого поколения, поколения, ну, тех взрослых людей, которые выросли в ситуации некой изоляции от религиозных вопросов. Это либо самоизоляция, либо их изолировали от этих вопросов, поставив, повесив на эти вопросы определенный ярлык маргинальности, вот. Вот, и мы договорились, что сегодня мы поговорим о современной культуре и о нынешнем поколении. В частности, у вас есть песня «Мимо тренда», вот, которая, по-моему, прекрасно отображает современное, да и не только современное, современное на все времена и на все эпохи положение православия и христианства. Оно всегда мимо тренда, бренда, вот. И вот в связи с этим давайте тоже начнем с какого-то такого общего вопроса. О современному человеку, молодому, с коими, я думаю, вы общаетесь в не меньшей степени, и различные фестивали проходят, и различные слеты, и различные какие-то лагеря православные, куда вас тоже зовут в качестве гостя, вы видите молодежь, и, может быть, и в студенческую аудиторию вы еще вхожи, да? Вот она-то, та молодежь, которая не верит, вот она-то по какой причине не начинает этих шагов в сторону религиозного вопроса? Ну, тут, наверное, есть как-то, мне кажется, три момента, если так пытаться начленить большую проблему. Первый, самый глобальный, ну, понятно, что мы живем в эпоху секулярной культуры, с этим ничего не поделаешь, все, мы уже в ней давно живем, уже не первый век, и мы говорили там про то, что вот поколение тех, кто оформировался в Советском Союзе, было изолировано от вопросов веры, но на самом деле процесс-то, в общем, мировой, понятное дело, это какая-то очевидная вещь идет намного раньше, еще какого-нибудь просвещения, когда постепенно, последовательно вопросы религии вносятся на периферию сознания. И поэтому это такой первый естественный момент. И это продолжается, продолжается на современном молодом совсем поколении, на школьниках, подростках. И, конечно же, быть, это уже второй такой момент, в принципе, быть неверующим более естественно сегодня, чем быть верующим, казалось бы. То есть, когда ты говоришь, я атеист, всем понятно, ну, понятно, да, вот как бы человек атеист, к этому вопросу не возникает, это некая естественная позиция. А когда говоришь, я верующий, так, а почему ты верующий? Это уже нужно обосновать, это само собой не разумеется. Но это ситуация, в которой мы живем, и современные подростки в ней живут, существуют. Вот даже мы недавно, какое-то время назад обсуждали на радио «Веру у себя» в одной из программ такую тему, что подросток, который, конкретный человек, который ведет канал в Телеграме, высказался, там, как-то так, несколько ехидно о Пасхе, о том, что вот это такая классная движуха. Все сходили, значит, посвятили куличи, с утра там поели яйца, круто, а при чем здесь Бог? Ну, это вот целая дискуссия. Вот неравнодушный вопрос, хороший вопрос, правильный вопрос от молодого человека, на который там нужно отвечать. Но там вот в этом его посте в Телеграме была любопытная такая, любопытная деталь. Он говорит, там, я, ну, что-то типа всегда был атеистом, или я последовательный атеист, или там, что-то в таком роде. Но человек 14 лет. То есть он к этому моменту уже успел стать последовательным атеистом. Понятно, что здесь есть некий такой подростковый задор. Но проблема понятна, что и вправду намного естественнее быть неверующим, чем верующим. Хотя мне кажется, что если вот с таким парнем сесть, и просто по душам поговорить, то станет понятно все то же самое, что это не то, что ему вера не нравится. Он просто никогда этот вопрос всерьез для себя не изучал. Может быть, пока. Но опять-таки, когда я говорю изучал, это же не значит, что сесть за книжки, так, читай. Вот тебе книжки, читай, изучай. И тут мы переходим к третьему пункту. А кто их воспитывает? И каков процент реально верующих родителей, реально таких верующих, которые свою веру реально детям передают? Это отдельная большая тема. Как передают? Как передать веру, чтобы не перекормить, чтобы дети не перестали быть верующими в подростковом возрасте? Это большая проблема, в которой я в этом смысле не специалист, потому что дети пока у меня маленького возраста, еще не подросткового. Но вот вопрос к родителям, вопрос к нам, взрослым. И тут можно только с себя начинать, мне кажется. Вот на этой же конференции, на которой мы принимали совместное участие, у вас был очень интересный доклад на тему поверхностности, как главного греха в свете творений митрополита Антония Сурушского. А у Ольги Александровны Седоковой есть замечательное определение, не определение, вернее, есть статья очень такая пространная, большая. Посредственность, как социальное зло, как социальная опасность. Вот если, может быть, так кратко, понятно, что нет смысла и возможности сейчас напоминать весь доклад. Что имеется в виду под поверхностью? Поверхностностью и что имеется в виду, ну вот, может быть, под посредственностью? Может быть, именно в этом главная проблема современной культуры? Она очень поверхностная. И посредственность, опять же, я так проясню для наших телезрителей, которые, может быть, не читали эту книгу или живут в неком стереотипном мышлении. Посредственность – это не значит, что есть элита и есть серая масса и посредственность. Посредственность предполагает, что вот как раз важными вопросами, или лежащими в сфере идеального, эти люди не задаются. То есть они живут в среднем, срединном, низкомерном, да, то есть есть высокомерное, а есть низкомерное пространство. И вот находясь в этом низкомерном пространстве, в общем-то, они испытывают глубочайший комфорт, и туда выше им не надо. Вот что такое поверхностность? Ну вот я, честно говоря, тоже с этим текстом Ольги Седоковой не знаком, поэтому то, что вы пересказали, вот, собственно говоря, это и есть ответ на ваш вопрос. А что такое поверхностность? И почему оно не является главным грехом? Мне было это очень интересно услышать. Вернее, не поверхность, а посредственность. А поверхностность, да, очень близкая вот к тому, о чем вы рассказали, про посредственность, такое понятие. Вот у владыки Антония есть четкая такая дихотомия, такие два тезиса, антитезис, вернее, глубина и поверхностность. И вот поверхностность, это отсутствие глубины, что как глубина, это та точка в себе, в которой можно встретить Бога, то, о чем мы говорили, вот молитва, здесь и сейчас, в этот момент. А, чтобы вот в это здесь сейчас прийти, нужно в каком-то смысле в свою глубину спуститься. Это та точка, в которой можно вот молиться и встретить Бога. Это та точка, в которой можно увидеть человека в другом человеке. Вот очень подробно об этом владыки Антония говорит на примере врачей, которые помогают страждущим в больницах, и говорит о владыке Антонии о важности роли молчания. Когда с человеком просто сидишь рядом, держишь его за руку. Я так не умею, я так не практикую, я не врач, я не волонтер. Вот, я это именно воспринимаю как некий модель, которую владыка из своего опыта описывает. Когда человеку не нужно слов, важно твое присутствие, ты просто с ним есть. Вот в это самое здесь сейчас, в этот момент настоящего, ты с ним просто есть. И кроме этого человека, который перед тобой, для тебя никого в целом мире нет. Вы молчите, и возникает какая-то близость, глубже слов, глубже эмоций. То есть вы вместе спускаетесь в какую-то глубину, на которую уже не нужны даже слова. И в этой точке ты видишь человека в другом человеке, ты его по-настоящему прозреваешь. Ведь мы обычно видим силуэты и функции, которые нам полезны или нам неинтересны. А тут ты видишь образ Божий, уникальный образ Божий, уникальную личность вот в этой глубине, в этом молчании, в этой тишине. И изнутри этой глубины только и можно человеку подлинно помочь, быть с ним и его любить, любить ближнего. А отсутствие этой глубины – это поверхностность. И вот после моего доклада очень интересно у нас такая мини-дискуссия сложилась с замечательным одним священником, который был на конференции, который, ну, как бы, как и подобает умному человеку, преболематизировал то, что я говорю, ставил некий вопрос, некое сомнение такое методологическое, философское, что вот что это за глубина? А есть ли во мне эта глубина? А уверен ли я, что она во мне есть? А может быть, я ее придумал? Или, может быть, человеку хорошо не на глубине быть. Ему удобно на поверхности. Зачем ему везти туда, куда ему не хочется везти? Куда ему не хочется идти? И вот, как бы, как текая реакция на это замечание очень правильное, очень мудрое этого священника, мне как-то пришлось вслух поразмышлять о том, что как раз-таки в том-то все и дело, что в каждом человеке эта глубина есть, я в этом уверен. Из этого в Алдеке Антоне исходит. Это то, что не нуждается в доказательстве, зато это отправная точка, от которой мы исходим, что в каждом человеке эта глубина заложена. И просто человеку, неверующему, скептику, подростку, даже тому же самому, о котором мы говорили, ну не то, чтобы сказать, а, скажем так, как-то намекнуть или поделиться мыслью, что и в тебе эта глубина есть, она есть. Просто увидеть ее. Вот это уже очень много. Это уже первый шаг к вере, к встрече с Богом. А туда не страшно опускаться? Страшно, конечно, страшно. Конечно, страшно, но это страх, как мне кажется, не парализующий. Это вот страх Божий. Не в том смысле, что мы боимся наказания и трепещем от какого-то такого неприятного, негативного стресса. Это страх, как трепет и благоговение, во-первых. Вот действительно страх и волнение увидеть себя настоящего. А может быть, это еще и страх вот этого Алеши Карамазова, который, как описывается, да, у Достоевского, «Я услышал, раздай, кто хочет вслед за мной идти, тот должен раздать все и вслед за мной идти». Вернее, кто хочет, сейчас, да, стата, не точная. Да, если сказано «раздай все», не могу я давать копейку и ходить только к обеднию. Да, да, да. И вот этот страх, может быть, он такой, экзистенциальный страх, что вот когда ты на эту глубину нырнешь, оставаться прежним уже не получится. И что нужно пересмотреть в корне всю свою жизнь и перестроить ее, и что поменяется круг общения, должен поменяться. Ну, в самом таком, опять же, стереотипном, мифическом виде это предстает, что если я стал христианином, я должен автоматически идти в монастырь. У меня не должно быть детей, я должен ходить угрюмым, унылым, вот, платочек по самой брови, юг в самый пол, там, и так далее. Ну, это самый такой, ну, гипертрофированный. Ну, это такой последний взвод такой, да, последнее, как бы, звено в цепи упрощений. Это вещи, которые вы сказали. Да, я с вами совершенно согласен с одним существенным таким, как бы, для себя важным дополнением. Это, конечно, страх от того, что надо будет меняться. Но вот тот замечательный пример, который вы с Алешей привели, как раз-таки, мне кажется, важным подчеркнуть, что неверно, как мне представляется, его воспринимать только в таком прикладном ключе, что если я стал христианином, все, вот, значит, надо уйти с одной работы на работу, на которую платят мало, чтобы смиряться, и дальше все по списку. Есть какое-то, как бы, два измерения. Конечно, социальность, да, не может не претерпевать изменения, когда это пришло к вере. Какие-то, меняется круг общения, конечно. Там меняются привычки, меняются там способы времяпрепровождения. Если они не меняются, то, наверное, как-то не до конца вера проросла в жизни, осталась просто неким умозрением, таким теоретическим и формальным. Вопрос степени этого изменения очень индивидуален. Понятно, что не надо искусственно, как сказать, все переворачивать с ног на голову. Вот тут, как мне кажется, нет призыва к какой-то радикальности. Это все-таки момент очень такой индивидуальный, нормальный и трезвый. Вот, все меняется постепенно, как мне сказал один священник. Невозможно в церковь прийти Иваном дураком, а тут же выйти Иваном царевичем. Это путь. Вот. Это фраза, которую я услышал на первой в своей жизни исповеди. Она для меня стала таким очень важным, таким маячком на всю жизнь. Что это все-таки путь, и не должно быть перегибов, и какие-то вещи могут меняться и постепенно. Хотя есть, конечно, с другой стороны вещи, от которых нужно отказаться сразу. Но у этой вот в примере Алеши Карамазова есть, мне кажется, внутреннее чисто духовное измерение. Что вот и вправду перемена как бы образа мировидения, мирочувствия и понимания, кто есть я, вот оно и вправду не может не протерпеть радикального изменения в каком смысле. Что такое, как бы раздай все и там иди в монастырь. Ну, переставь себя из центра мира в сторону. Поставь в центр Бога, ближнего. Это одно и то же на самом деле в этом смысле. Вот не я здесь главный. Я в мире, чтобы служить, говоря совсем такими большими пафосными категориями. Я в мире для другого. Для другого вообще, для другого с большой буквы. И только в этом, в этой отдаче себя другому я могу найти самого себя, я могу реализоваться. Вот эта перемена, о которой, как мне кажется, в том числе, говорит вот Алеша Карамазов, понятая в таком духовно-экзистенциальном ключе. Вот она и вправду радикальна. И, конечно, страх перед ней есть при спуске на эту глубину. Но он должен быть. Но это, знаете, страх вот именно такой волнительный и благоговейный, очень в каком-то смысле радостный. У нас тут недавно, ну, вы в курсе, наверное, приезжал Святейший. Вот. И просто я сейчас, вы говорите, я вспомнил его слова, которые он обращал к студентам православного нашего института. И мне кажется, что сейчас вот просто их привести очень правильно было бы. Он говорит, и в связи с этим, кстати говоря, может быть, прояснено вот это погружение на глубину. Я абсолютно согласен с тем, что вы говорите, что глубина стопроцентно есть у каждого, и ее просто быть не может, просто потому, что мы образ Божий. Если мы образ Божий, то глубина есть у всех, у каждого рожденного в этот мир. Другой вопрос, что... И другой вопрос, что избежать погружения на глубину нам на самом деле не удастся. Мы в любом случае будем медленно или быстро, окольными путями или неокольными путями, мы будем потихонечку проседать, утрамбовываться вот к этой глубине. Вот Святейший, вспомнил, вернее не вспомнил, а привел такую метафору погружения с аквалангом на глубину. Он говорил о том, что погружение на глубину, то есть в какой-то момент ты погружаешься уже на такую глубину, где и нет, как кажется, жизни вокруг, ну если мы говорим об океане. То есть рыбы тоже плавают не на самой глубине. Вот. То есть чем глубже, тем постепенно тебя окружает тьма, и тем агрессивнее на тебя действует толща воды. Она начинает тебя давить, в конечном итоге ты начинаешь испытывать серьезные затруднения при этом погружении. И вот в связи с этим у меня вопрос. Я так понимаю, что толща вот этой воды тоже может быть сформулирована как поверхностность. Это то, что будет постепенно, вернее, последовательно, поступательно, методично на тебя давить и стремиться тебя на эту поверхность выплюнуть обратно. Вот в этом смысле поверхностность, мы все-таки обозначили тему, что современная культура Версус, да, Христос, или же все-таки она ей не противостоит. Вот если говорить о некой битве, то в чем выражается, наверное, главная методология вот битва современной культуры со Христом, с Евангелем, в чем натиск этой поверхностности, как вам кажется? В навязывании не свободы, как мне кажется, потому что Христос это свобода, и свобода не понятая, примитивно, там, политически или общественно, хотя это тоже важная тема. А свобода быть не таким, как все. Свобода, ну, вот, раз уж вы вспомнили песню «Мемо тренда», свобода идти мемо тренда. Ведь ну, как часто мы сталкиваемся с тем, что какие-то вещи делаем, ну, потому что так делают все. Ну, какие-то совершенно банальные примеры, там, да, Новый год попадает на пост. Ну, как же, все вокруг будут гулять, а я что, не буду? Я же, почему? Я тоже, как бы, буду. Там, мне, условно говоря, там, церковный календарь не указ, я свободный человек. Это понятная логика, и, конечно, там, не надо закрываться с головой под подушку, если родственники хотят там, как-то с тобой за столом посидеть. Вот, но речь о другом. Как будто даже не замечается, что вот все так делают, это же тюрьма. Это навязывание вот некой модели поведения. То есть, все должны гульнуть Новый год. Ну, ну, как-то все же, я что, не буду, что ли? А вот не буду. А потому что я сам решаю, когда я буду гулять, а когда не буду гулять. А я свободен такой выбор сделать. Все покрутят пальцем и виска. Пожалуйста. Хорошо, покрутите. Но я, не, я вас очень любо уважаю, я с вами там за столом посижу, но там сам пить не буду. Я банальный пример привожу, совершенно банальный. Но на нем просто видно, что вот это как раз-таки, мне кажется, битва проходит именно по этой линии свободы. вот здесь это битва, что там, где, там, где Дух Господень, там свобода. Я иду своим путем, я иду за Христом, которым, за которым, что я нужным и идти. И вот, знаете, это как очень близко к тому, что иногда вот такое пререкаемое выражение возникает, вот, раб Божий. Да, вы христиане себя рабами Божьими называете. Как вы можете быть рабами, при этом свободными? Так, ну, то все дело, что если я раб Божий, то я уже не раб государства, не раб системы, не раб начальника. У меня есть один начальник, он на небе, все остальные в сад. Вот все. У меня есть один начальник, он мне указ, но не вы. Вот это свобода. При сохранении вежливости, субординации, там все такое, правильно, мы не будем перегибать палку в сторону какой-то такой социальной шизофрении, нет. Но духовно это так. Мне кажется, по этой линии идет как раз-таки борьба. Что мы говорили про поверхностность и посредственность, потому что вот как раз-таки что такое вот про глубину, вернее, то, что скорее даже мы говорили, что такое быть на глубине по Владыке Антонию? Это же не уйти в затвор и от всех запереться и я на глубине, не трогайте меня, я вот, я молюсь, я прозреваю образ Божий в вас, но вы ко мне не подходите. Нет, наоборот, это быть в гуще событий. Как Владыка говорит, посередине бури, на работе, на стройке, в школе, в семье, где угодно, быть со всеми в контакте, в общении, отдавать себя ближнему, но внутренне на этой глубине держаться. То есть как раз-таки, более того, на нее нужно спуститься, в ней остаться, в ней закрепиться, отрешиться от всех каких-то страстных наполоснований, как бы, если совсем говорить уже так грубо и фундаментально как-то в Боге закрепиться, и именно вот там держась, где-то вот одной рукой с этой глубиной, можно так как-то вот на поверхность вынырнуть и быть со всеми. Но тогда вот ты будешь не вихрь, ты будешь, вокруг тебя будет вихрь, а ты будешь тем самым, кто держится за якорь, и за тебя все держатся, и не улетают из этого вихря. То есть быть на глубине, это быть в гуще событий, на самом деле, но сохранять мирный дух, покой и любовь ко всем окружающим. И это тоже, это есть та точка, вот эта глубина, в которую такую свободу можно обрести, когда вокруг тебя все там, не знаю, летают, вынесенные этим вихрем, а ты стоишь, держишься и говоришь, нет, я с вами не полечу, я пойти, я лучше вас поддержу, чтобы вы тоже не улетели. И вот на этой евангельской ноте, евангельской, напомню для наших телезрителей, что это радостная, благая весть, вот, я, наверное, предлагаю закончить наш сегодняшний разговор. Я очень благодарен вам, что вы нашли время посетить нас и разделить радость вот этого диалога, потому что, ну, возвращаясь, опять же, к митрополиту Антонию Сурожскому, главное, что есть в Евангелии, это встреча. Встреча с живым человеком, с иным человеком, с другим человеком, и в его инаковости, опять же, и в общении с ним, постичь самого себя. Поэтому я сердечно благодарю за столь содержательный диалог, трехдневный, трехнедельный, да, вот такой вот, три передачи мы с вами посвятили этому диалогу. Благодарю вас, вам желаю всяческих успехов, процветания, вот, телеканалу, передач, которые бы, которые уже идут, которые, собственно, будут появляться новыми. Спасибо вам. А с вами, дорогие друзья, мы прощаемся, до скорых встреч, храни всех вас Господь. и спасибо, что были с нами. Спасибо.